Мы видим, что с появлением конструкторов типов или функций над типами у нас пространство типов стало гораздо сложнее. Если раньше у нас в тип функции входили только некоторые базовые типы, ну и, возможно, переменные типы, соединенные функциональными стрелками, ну и, возможно, скобками, которые группируют функциональные стрелки, порождая функции высших порядков как аргументы функций, то теперь у нас на уровне типов происходит применение, применение типа к какому-то количеству аргумент, типовых аргументов. Либо параметры, либо эти аргументы являются параметрами, то есть начинаются с маленькой буквы, либо это какие-то конкретные типы, ну, например, maybe char. Очевидно, такое применение может быть либо правильным, либо неправильным. За этим применением нужен какой-то контроль. Как осуществлять контроль над правильностью применения типов? Идея такая задать над системой типов, которые имеются в Хаскеле. Мы сейчас говорим про выражения, которые внутри типов у нас присутствуют. Задать еще одну систему типов над стройкой, систему типов над типами. Такая система типов в Хаскеле есть. Она, по крайней мере, если не использовать некоторые продвинутые расширения, довольно простая, и она называется, чтобы не путать с обычной системой типов, она называется видами или kind'ами по-английски. То есть, есть у нас выражения, выражения типизированные, это как бы над выражениями у нас есть типы, а над типами у нас есть виды или kind'ы. Виды или kind'ы для базовых типов устроены очень просто. Для любого базового типа, не параметризованного ничем, kind' представляет собой просто звездочку. А в GHCI мы можем использовать так же, как у нас есть, так же, как у нас в GHCI имеется некоторая команда type, которая возвращает нам тип некоторого выражения. Ну, там, например, тип выражения C это char. Точно так же мы можем спросить про kind. Только теперь мы должны передавать сюда не выражения, а тип. kind' от char. И мы видим, что это звездочка. Ну, точно так же, как команду type мы можем сокращать, и команду kind мы можем сокращать до одного символа. Вот kind' от int, например, это тоже звездочка. То есть, все типы без параметров, базовые типы, они имеют kind' звездочка. Теперь параметризованные типы, естественно, имеют другой kind. Ну, например, давайте спросим про kind конструктора типа maybe. Мы видим, что этот kind содержит функциональную стрелку, но это стрелка уже более высокого уровня системы типов над типами. Что означает, что конструктор типа maybe имеет такой kind? Это означает, что он ожидает какого-то объекта с kind'ом звездочка, а мы знаем, что это какие-то базовые типы имеют такой kind, и возвращает значение с kind'ом звездочка. Например, если мы спросим про kind выражение maybe int, применим maybe как операторную функцию над типами к типу int, мы получим следующее выражение maybe int. Почему мы говорим, что эта система используется для контроля? Потому что, скажем, maybe мы не можем применять к двум аргументам. Если мы запросим информацию о таком выражении, мы получим сообщение об ошибке, что maybe применим к слишком большому количеству аргументов. То есть kind действительно контролирует нам арность применения конструкторов типов к типу. А вот, скажем, either конструктор типов, он двухпараметрический, поэтому вот такой вот вызов будет вполне хорош. Это полноценный тип either int char. В конструктор left для типа данных header будет передаваться значение целочисленного типа, а в конструктор right будет передаваться значение типа char. Какие еще kind'ы есть у разных знакомых нам конструкторов типов? Ну, первый конструктор типов, это, конечно, список. Как вы понимаете, список однопараметричен, поэтому его kind не вызывает вопросов. Это звездочка, стрелочка, звездочка. Мы должны типу передать некоторый типовой параметр, ну, неважно, как int фиксно или, используя конструктор тип в префиксно, вот список значений типа int мы можем таким образом построить, или же более традиционно вот таким вот образом построить. Мы видим, что kind'ы того и другого выражения являются, представляют собой звездочку, а выражения, представляющие собой kind звездочку, уже могут использоваться внутри типа, использоваться внутри типа между функциональными стрелками, то есть при построении обычного типа. Мы не можем, например, написать функцию вот такого вот типа int, стрелочка, список, потому что у списка неподходящий kind. А если мы здесь добавим значение типа, скажем, int, и получим функцию из int в список значений типа int, мы получим выражение нормального полноценного kind. Ну, мы, что еще может иметь kind? Мы можем спрашивать про kind, скажем, пары. Вот перед нами конструктор пары. У нее kind звездочка, стрелочка звездочка, стрелочка звездочка, потому что он ожидает двух типовых аргументов для того, чтобы получить нормальный полноценный тип. Если мы возьмем тройку, трехэлементный кортеж, мы получим kind, ожидающий трех значений, трех типов в качестве параметров. Ну и так далее. Мы можем ставить здесь большее количество запятых, получая кортежи все большего и большего размера. Еще имеет смысл обсудить про kind собственно функциональной стрелочки. Мы с вами говорили, что функциональная стрелочка тоже может применяться, в префиксном виде. Когда мы применяем функциональную стрелочку в префиксном виде, мы должны передать туда два типовых аргумента. Поэтому не вызывает удивления, что kind функциональной стрелочки это вот такой вот звездочка, стрелочка, звездочка. Передав туда два функциональных аргумента, ну, например, чтобы получить функцию из типа char в тип char, мы можем передать туда такую функцию. А чтобы получить функцию из типа char в список значений типа char, Хорошо, мы можем передать вот такую вот конструкцию. Это тоже полноценное выражение, тоже правильный тип. Для того, чтобы сконструировать правильный тип, мы можем использовать любую цепочку конструкторов типов. Но при этом мы должны следить, чтобы арность их применения была правильной. А результатом применения был бы тип с кайндом звездочка. Именно такой тип с кайндом звездочка мы уже можем использовать для типизации некоторых выражений.